Всем привет! С вами Светлана. Я сегодня буду готовить сырники в духовке. Для этого мне понадобится 2 рог, изюм, 1 куриное яйцо, 2-3 столовых ложки сметаны, щепотка соли, сахар. Сахар можете добавлять по вкусу. Я добавлю 4 столовых ложечки. Всё это перемешиваем. Творожок берите пожирнее, тогда сырники получатся более вкусные. Добавляем манку, 2-3 столовых ложки. И вот в таком состоянии оставляем минут на 5-10, чтобы манка набухла и впитала излишки влаги в себя. Творожная масса постояла, манка набухла, и теперь необходимо добавить муки. Муки добавляйте понемножечку. Перемешали, посмотрели консистенцию теста и при необходимости добавили ещё. Сильно мукой не увлекайтесь, иначе сырники могут получиться очень жёсткие. Этого количества муки достаточно, если вы будете готовить сырники в формочках. Если вы будете сырники готовить на противне, то тогда необходимо ещё добавить муки, чтобы тесто было более плотное. Теперь берём формочки. Формочки могут быть любые, силиконовые, или керамические, или металлические. И наполняем формочки. Творожное тесто, не творожной массой. При желании в тесто можно добавить разрыхлитель, тогда будет более воздушный, сырники, но я в этот раз не буду добавлять разрыхлитель. Творожную массу я разложила по формочкам. Теперь отправляем в заранее разогретую духовку. Готовятся сырники при температуре 180 градусов, 20-30 минут. Ориентируйтесь на свою духовочку. Вот такие вот милые, вкусные сырники в духовке получились. После того, как извлечёте сырники из духовки, из формочки их сразу не доставайте. Дайте им пару минут буквально побыть в формочках, после чего они очень хорошо извлекаются из формочек. Они очень вкусные. Подавайте их со сметаной, с джемом, с вашим любимым повитлом, со сгущенкой. Надеюсь, рецепт вам пригодится. Мне осталось вам пожелать приятного чаепития. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Также вступайте в группу ВКонтакте. И до скорой встречи. Пока-пока.